Венгры долгое время были загадкой как для историков, так и для филологов, но не могли понять откуда же они появились. Лишь в конце 19 века группа филологов установила, что язык венгров максимально близок к языку ханты и манси в Западной Сибири. А вот археологи утверждают, что родина венгров – Южный Урал, где они сформировались приблизительно 3000 лет назад. Когда климат в этом регионе стал меняться, те, кто находился в его северной части, приспособился к обитанию в тундре. Те, кто поселился в Южной, был вынужден осваивать кочевое скотоводство. Предки венгров относились к последним и, обладая большей мобильностью, ушли далеко от своей изначальной родины. Жизни в степи их научили ее тогдашние хозяева – скифы, которых затем сменили тюрки. До реки Волга венгры шли несколько столетий. Попадали под власть гунов, затем в хазар. Вели себя тихо, поэтому в летописях соседей о них ни слова, только археологи дали им название Мадьяры. Затем они перешли в Волгу и окончательно стали частью хазарского каганата. В этот период в Европе активно шло великое переселение народов. После появления новых кочевников с Азии предыдущие шли дальше на запад в поисках безопасности. Затем появлялись новые и процесс продолжался. Так было и в случае венгров. Их появление заставило часть булгар переселяться на запад. Однако уже в девятом веке венгров самих подвинули печенеги. Венгры отправили степи при Черноморье. Сегодня археологи находят их следы в Запорожской, Днепропетровской и Кировоградских областях Украины. Со второй половины девятого столетия начался период, который венгры называют обретение родины. Тогда два вождя Арпад и Курсен, традицию править вдвоем, венгры взяли у хазар. С многочисленной конницей лавиной хлынули в Европу. Сначала они обошли Карпатские горы с юга и в 896 году поселились в Трансильвании. Участвовали в конфликте болгар и Византии, но позже были вытеснены на север, на Панонскую равнину. Тут жили славяне, авары и волохи. Пришлые венгри умудрились их ассимилировать, а также перенять множество традиций и верований. Первые короли саксонской династии в Германии вели войны с венграми. Сначала они натравливали мадьяр на славян, а точнее на Великомаравское славянское государство. Завоевав значительную часть Великомаравского государства, мадьяры открыли прямую дорогу в Германию. Имея мощную конную армию, начиная с 10 века, они начали кошмарить уже самих немцев, в частности Саксонию и Баварию, пробивая себе путь дальше, вглубь Германии. Мадьяры сжигали села и города, убивали всех мужчин, не обращая внимания на возраст и забирали в плен только женщин. Немецкое пешее ополчение ничего не могли сделать многочисленной и подвижной мадьярской конницы. Поэтому Генрих I Птицелов произвел военную реформу, создав тяжело вооруженное панцирное конное войско, и только оно могло противостоять венграм. Вместе с тем Генрих строил крепости, которые стали надежным гарантом безопасности от набегов мадьяр, так как они не умели брать крепостей. В результате этих мероприятий немецкое войско могло отражать мадьярские набеги, а в 955 году в битве на реке Лехе близ Аугсбурга Аттон одержал решительную победу над мадьярами. Отныне набеги пошли на спа. Тут и там все начали строить каменные крепости. Этот кризис вызвал избыток рабочей силы, поэтому основная масса мадьяр перешла к оседлому образу жизни, а набеги потеряли свою актуальность. Неуклонно развивающийся процесс классообразования, закрепощение свободных общинников, консолидация, феодальные знати – все это вызвало необходимость создания государства. Со временем вожди мадьяр устанавливают более или менее прочное господство над остальным населением. Один из этих вождей Иштван Святой около 1000 года принял королевский титул и положил начало королевской династии, названной династией Арпадов. Под властью Иштвана объединялась территория нынешней Венгрии и южной части Словакии. Он сломил своими законами силу родовой знати, уничтожив старые племенные деления мадьяр, Иштван разделил всю территорию страны на административные округа – комитаты. Во главе каждого комитата был поставлен доверенный королевский чиновник – комит или Иштван от славянского жупан, наподобие королинского графа. В каждом комитате находился укрепленный замок, в котором сидел Ишпан. Под непосредственной властью Ишпана находились королевские слуги, бывшие дружинники, из которых постепенно формировалась прослойка мелкого и среднего дворянства. Ишпан должен был держать в повиновении местное население и оборонять свой округ от внешних врагов. Он также собирал налоги и доходы, которые шли с данной области в пользу короля, и вершил от его имени суд. В это же время, в 1000 году, мадьяры принимают христианство по католическому образцу. Так мадьяры легализовали свое присутствие в Европе с помощью самого авторитетного человека в средневековом мире – Папы Римского. Принятие христианства потолкнуло к тому, что они поменяли алфавит на латинский. Мадьяр начали называть венграми, появились летописцы, поэты, писатели, писавшие на языке, понятном во всей Европе. Со временем исконная родина венгров начала обрастать легендами, мол, мы, венгрии, варвары с востока. Чтобы пролить свет на свое происхождение, один любопытный венгерский монах по имени Юлиан отправился в путешествие на восток. Там он обнаружил народ, язык которого он прекрасно понимал. Шел Юлиан в поисках Великой Венгрии, ведь историческую прародину венгерские средневековые хронисты называли именно так – Хангерия Магна. Добравшись до нее, Юлиан позже записал «Все еще остаются в заблуждении и неверии – язычники. Но не почитают и идолов, а живут как звери, едят мясо конское, волчье и тому подобное, пьют лошадиное молоко и кровь, богаты конями и оружием и весьма отважны в войнах». Пока Юлиан выясняет свое родословное, сильная и прогрессивная Венгрия присоединяет к своей территории Словакию, Трансильванию, Хорватию и Срем. В тот период королевство активно развивается как в экономическом, так и в культурном плане. Границы государства увеличиваются, а столичным городом становится Секеш-Фехер-Вар, который был построен фактически на болоте. Место было выбрано не случайно. Согласно легенде, Гезе построил этот город на месте, где остановился его дед Арпад, разбивший первое поселение Мадьяр. На деле же болота служили отличным щитом от неприятеля и не раз спасали город. Войско Батыя, прокатившееся смерчем по стране в 1242 году, так и не смогло подступить к Секеш-Фехер-Вару. Избавившись от монголов, венгерский король Белла IV решил, что стране нужна сильная и надежная фортификационно-оборонительная система, в связи с чем приказал построить ряд мощных укрепленных крепостей, одной из которых и стала расположившаяся на высоком холме Будда. Когда-то небольшие поселения, раскинувшиеся на противоположных сторонах Дуная, Будда и Пешт, благодаря притоку торговцев и ремесленников изо всех европейских стран постепенно начали превращаться в крупные города. Расширялась и сама территория страны, которая во время правления короля Лаеша I Великого превратилась в большую славянскую державу. Ее южные границы достигли Болгарии, а румынские княжества Валахия и Молдавия платили Венгрии дань. Непомерные амбиции следующего венгерского правителя, короля Сигизмунда, предпринявшего в 1396 году неудачный поход против турок, стали одной из причин последующего османского вторжения в Европу. Благодаря произошедшему в 1456 году сражению при Нандор-Фехерваре, ныне Белград, в котором венгерские войска под командованием полководца Янаша Хуниади разбили турок, завоевание Османской империи удалось отсрочить почти на 100 лет. В 1458 году новым королем Венгрии был избран 16-летний сын Янаша, вошедший в историю как матяш Карвин. Время правления этого короля по праву считается золотым веком в истории Венгрии. Именно при матяше Будда превратилась в крупный центр эпохи Ренессанса. Здесь были выстроены великолепные дворцы, учреждена крупнейшая на континенте королевская библиотека, утвердившая за городом звание культурного центра. Жена матяше, королева Беатрище, была итальянкой, благодаря чему в Венгрию проникло немало элементов культуры этой страны. Очень часто в разных источниках годы царствования матяша называют временем справедливости, прогресса и всяческого процветания. Ему удалось не только упрочить монархию и объединить дворянство, но и создать боеспособную наемную армию, которая представляла собой серьезную угрозу османским войскам. Армия эта носила название Черный Легион. Однако следующий король из новой польской династии все старания Матвея аннулировал. Он распустил Черный Легион, затем начался упадок культуры и все завершилось крестьянскими восстаниями. В общем, Венгрия была в очень плачевном состоянии. В битве при Мохоче, о котором у меня есть подробное видео на канале, Венгрия потеряла свою независимость на долгих 400 лет. Одна часть страны ушла под османский сапог, а другую часть прибрали себе Габсбурги. Со временем они изгнали турок из Будды, Пешта и других городов. Идея возрождения к жизни единой суверенной Венгрии никогда не теряла своей актуальности. При этом трансильванская политическая элита считала, что османская порта – меньшее зло, чем монархия Габсбургов. И венгерское государство нужно воссоздавать именно вокруг трансильванского княжества. В 1683 году войска султана, в составе которых были части из Трансильвании, дошли до Вены и осадили ее. Но объединившимся европейским государством удалось ее отстоять, начать контрнаступление и в конце концов освободить от османов значительную часть Венгрии. Габсбурги без лишней сентиментальности установили в Венгрии военную диктатуру, стараясь обезопасить себя от возможных волнений дворян. Осознав важное стратегическое и политическое значение Будды и Пешта, Габсбурги начали активно вкладывать деньги в развитие этих городов. Период особенного расцвета пришелся на время царствования императрицы Марии Терезии. В это же время произошло более тесное сближение между австрийским и венгерским народами, особенно в дворянской среде. Постепенно Пешт превратился в богатый торговый город, главным образом благодаря полноводному Дунаю, по которому сюда привозили свои товары купцы из всех европейских стран. Быстрое развитие города вызвало новую волну иммигрантов. Преимущественно ими были сербы и евреи, которые внесли свой вклад в дальнейшее экономическое и культурное развитие города. На протяжении большей части 18-го столетия социально-политическая ситуация в Венгрии была спокойной. Оставаясь преимущественно сельскохозяйственной страной, она являлась своего рода продовольственной корзины Австро-Венгерской империи. Одной из самых выдающихся личностей, живших в эту эпоху, стал граф Иштван Сечени. Именно он явился отцом-основателем Венгерской Академии Наук, провел ряд важных демократических реформ, приказал возвести первый постоянный мост, связавший Буду и Пешт и ставший впоследствии главным символом объединенного города, который мы сегодня знаем как Будапешт. Всю первую половину 19-го века венгерскую элиту беспокоил один вопрос, что в Австрии, как и в Западной Европе, в целом богатеет предпринимательский класс, благодаря ему развивается промышленность, общество и культура, а в Венгрии процветает феодализм, который тормозит развитие. Когда в европейских столицах друг за другом стали подниматься волнение, в Вену пришло известие о том, что в Пеште люди тоже выходят на улицы, требуя вести буржуазные свободы. Габсбурги попытались расправиться с протестующими, но это лишь привело к большим протестам. В конце концов Габсбурги под натиском Пруссии с одной стороны и готовым к очередным восстаниям венграм с другой стороны сложили свои полномочия. Австрийская империя превратилась в так называемую дуалистическую австро-венгерскую монархию, разделенную на две части, с одной стороны земли австрийской имперской короны, с другой земли короны святого Иштвана, Венгрия, соединенная с Трансильванией и ассоциированное с ней королевство Хорватия и Словония. Во главе обеих частей по-прежнему стоял один король-император. Венгры, получив автономность, принялись за обустройство своего государства. Этот период стали называть Золотым веком Австро-Венгерской империи, одним из самых знаменательных событий которого стало объединение в 1873 году Будды и Пешта в один город – Будапешт. Все больше становилось население новообразованной столицы, здесь начали развиваться разные отрасли промышленности. Помимо всего прочего, Пешт стал центром новой системы железных дорог, большой сетью охвативших всю империю. На Пештской же стороне расположилась и большая часть новых муниципальных зданий. На этот же период пришелся и особый расцвет венгерской культуры, в частности театра и литературы. Люди искусства и интеллигенция любили собираться в многочисленных кафе-хаусах, ничуть не уступавших по своей изысканности венским. Было также открыто метро и основание центрального городского парка Варашлигет. В середине века Будапешт стал одним из любимых мест среди богатых европейских путешественников, а культурная жизнь города достигла высшей точки своего расцвета. Однако события последующих лет наглядно показали, насколько хрупким было величие Австро-Венгерской империи. 28 июня 1914 года 19-летний террорист Гаврила Принцеп застрелил Сараева эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгерской империи. Это убийство стало поводом к началу Первой мировой войны. По результату войны был заключен Трианонский договор, по нему Венгрия лишилась две трети от своей территории. Миллионы венгров остались по ту сторону новых границ государства. Конечно же, венгров не устраивало такое положение дел и начали расти пронационалистические настроения. Основной политической фигурой в это время становится Миклаш Хорти, ищущая реванша Германия, оказалась отличным союзником. Перейдя на сторону нацистской Германии, Венгрия оказалась тянутой в разразившуюся вскоре Вторую мировую войну. В обмен на обещание вернуть Венгрии земли Трансильвании и Словакии, венгерское правительство согласилось оказать помощь немцам и приняло фатальное для страны решение направить войска в Советский Союз. После жестоких боев под Сталинградом, все войска, выступавшие на стороне нацистской Германии, были вынуждены капитулировать. Хорти, понимая, что война проиграна, пытался выкрутиться из сложившейся ситуации и начал переговоры с Советским Союзом. Однако они были сорваны, поскольку Гитлер, не доверяя своему союзнику, ввел в Венгрию немецкие войска. В результате ожесточенных боев Будапешт был сравнен с землей. После войны Венгрия попала в орбиту Советского Союза, и лишь после смерти Сталина она потихоньку начала вставать на путь демократии. Выше приведенный обзор дает понять, что роль строптивого европейского ребенка была присуща Венгрии еще со времен, когда мадьяры докучали немецким феодалам. Главный национальный принцип венгров – это самостоятельность в решениях и высокий дух патриотизма. Монархия Габсбургов пытались превратить мадьяр в тихую подчиненную нацию, наподобие чехов-богемцев. А по итогу Габсбурги были вынуждены создать равноправную австро-венгерскую империю, и даже во времена регенства Хорти немецкие генералы с особым почтением отзывались только о венгерских солдатах. Даже после вхождения в орбиту влияния СССР с венграми всегда считались. Сегодня же Венгрия до сих пор думает об объединении мадьяр и собирании утерянных земель, отказываясь принимать беженцев наряду с Германией, и печется лишь о благополучии венгров. Все это является занозой, существенно портящей отношения Будапешта и Брюсселя. Но венгрии привыкли бросать вызов лишь сильнейшим.